Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пороках и путях выхода из области попущения, где с нами происходят всякие косяки в промысел к праведности. Данная запись будет сопровождаться некоторыми иллюстрациями, и потому желательно ее не просто слушать, но и смотреть. Вопросы рассматривать будем довольно серьезные, и что-то, возможно, будет непонятно, и некоторые вещи слышать будет непривычно, так как у нас в обществе о них говорить не принято. Для более глубокого понимания затронутых вопросов рекомендуем смотреть другие наши статьи и фильмы на сайте Кокмедиа, а также читать работы авторского коллектива ВПССР. Итак, начнем. Постоянно в социальных сетях и на форумах идут споры о целях и средствах их достижения. Начитавшись умных книг и статей посмотрев ролики и фильмы, люди вдохновляются новыми идеалами и начинают преображать свою жизнь в соответствии с ними. Но есть и такие, которые вместо собственного нравственного преображения затевают холивары, то есть идеологические войны с разными группами людей, пытаются доказать свою правоту. При этом часто прослеживаются такие явления, как одержимость, психотроцкизм, критиканство, когда выдают желаемое за действительное, глухота критики, когда человек не хочет видеть картину в целом, подменяя всю мозаику частными фрагментами. Склоки затеваются по самым разным темам. Какая идеология правильная, какой тип питания оптимален, чьи политические убеждения ближе к истине и так далее. Приведем примеры. Фанатичный вегетарианец в беседе с малознакомыми людьми обзывает всех мясоедов убийцами и обвиняет их в нанесении огромного вреда биосфере, а решение всех проблем видит в отказе от мяса. В это время какой-нибудь сыроед говорит, что вегетарианство это фигня и оно не делает человека здоровым, так как вареная еда мертвая и приводит к болезням и так далее. Но и сыроедение это не панацея, говорит третий, ведь в тех фруктах, которые сейчас продаются в магазине, не так много полезного и вообще есть можно только самостоятельно выращенные фрукты и овощи. Следующий пример. Кто-то опубликовал клип рэп-группы, в котором музыканты призывают вести трезвый и здоровый образ жизни, а ему в комментариях пишут, рэп это музыка темнокожих, она разрушительно воздействует на организм и потому не может принести никакой пользы. Но возникает вопрос, как быть сотнями тысяч людей, которым помогли эти песни стать на правильный трезвый путь. Еще пример. Человек начал вести здоровый образ жизни, перестал посещать пьяные тусовки, но пока не знает, как ему проводить свободное время. Нашел себе хобби, например рыбалку, что дает ему возможность побывать на природе наедине с самим собой, но вдруг появляются какие-нибудь фанатики гринписовцы, которые начинают его обвинять в том, что он причиняет боль божьим творениям и так далее и тому подобное. То есть здесь речь идет о том, что вместо помощи и поддержки хороших проявлений на человека оказывает давление разные интернетные тролли и боты, которые кичатся и превозносятся над другими, так как они уже перешли на новый уровень, хотя на деле они могут сами не соответствовать своим убеждениям. Далее постараемся на разных примерах показать, в чем абсурдность и деструктивность такого подхода к общению и попробуем разобрать универсальный метод оценки тех или иных явлений. Но для начала опишем наши мировоззренческие позиции, чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся при рассмотрении какой-либо проблематики. В любой продолжительной беседе рано или поздно приходишь к вопросу о смысле жизни и образе Бога в психике человека. Пока этот вопрос не прояснишь, невозможно конструктивно вести дальнейший диалог и приходить к общему мнению. Если говорить об образе Бога, то построить в своей психике некий иллюстративный или видеообраз надмирной реальности невозможно. Как нельзя осознать с растительного уровня мир животные, так и нельзя полностью осознать с уровня человека уровень Бога. Многие мыслят о высшем объемлющем разуме с уровня человека, меряя по себе и тем предрассудкам, которые существуют в порочной культуре, а потому считают, что высшего по отношению к нам интеллекта либо нет, либо он не всесилен, чтобы на каждого из нас воздействовать и участвовать в жизни своих творений. Однако у этой надмирной реальности есть определенные свойства, и от того, какие свойства мы ему, то есть Богу, приписываем и насколько они соответствуют реальности, зависит адекватность нашего мышления и поведения. Мы считаем, что Богу, иерархически высшему всеобъемлющему управлению принадлежат следующие свойства. Он творец и вседержитель, создатель всего. Ему свойственны любовь, мудрость, всемогущество, осведомленность обо всем, что происходит, участие в жизни своих творений, милосердие, доброта, то есть он не есть Бог не устройства, но мира. Перед вами условная схема взаимодействия людей с Богом. Есть матрицы возможных состояний, океан, в которых может находиться объект, в данном случае человек и общество. Бог наделил человека правом выбора достижения того или иного состояния. Бог определился в своей нравственности, которая для нас является праведностью и в своих целях и намерениях. В данном пространстве вариантов есть некий наилучший вариант, на схеме он изображен в виде острова, для объекта, то есть человека, предопределенный Богом и движение к которому поддерживает попутный ветер вседержительности. То есть Бог создал нас с определенной целью и если человек живет по совести, совесть это весть от Бога, и стремится выполнить возложенную на него цель, миссию, то такой человек двигается в русле промысла и обстоятельства в его жизни складываются наилучшим образом, то есть нет катастрофичности. Если человек отклоняется от выполнения возложенной на него миссии и начинает жить не по совести, он попадает в Божье попущение, в котором лишается первичной управленчески значимой информации, дабы не навредил другим людям, которые в промысле. Навредить он может только тем, кто не в промысле. По принципу, одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых. Есть четкая граница между промыслом и попущением и переход в попущение сопровождают знаки подсказки «туда не ходи». Если человек остается глух и слеп к таким подсказкам, то катастрофичность его жизни начинает увеличиваться по мере углубления в попущение. На данном рисунке преграды и катастрофы, обозначенные айсбергами и водоворотами. За каждым человеком, идущим неправильным путем, остается возможность вернуться на путь промысла и обрести любовь, даруемую свыше. Чтобы человек не попал в попущение, он должен выстраивать свой вектор целей в соответствии с вектором целей Бога и той миссии, которую Бог даровал его душе. Как понять, по какому пути вы идете? По пути промысла или попали в зону Божьего попущения. Если ваше намерение реализуется без особых напрягов и своевременно находятся необходимые ресурсы под ваши цели, и ваше настроение не ухудшается до состояния скуки, апатии или горя, значит с большой долей вероятности вы идете по пути промысла. Если приходится сильно напрягаться для достижения целей и результат не приносит должного удовлетворения, настроение падает, появляется апатия, скука. Значит, либо вы поставили цель, для достижения которой недостаточно ресурсов, или еще не пришло время для достижения этой цели, либо ваша цель не в промысле. Таким образом, через язык жизненных обстоятельств с нами общается Бог, и от нас зависит, каким будет тот язык, на котором он к нам обращается, языком любви или языком неприятностей и катастроф. То есть, человеку все дано, чтобы понять, чего от него хочет Бог, и найти свое место в мироздании, в котором он не будет диссонировать с миром, и все у него будет получаться, и Бог не позволит никому навредить или помешать ему в реализации его миссии, так как Бог милости всемогущ и отвечает призыву зовущего его. У каждого в жизни, как правило в юношестве, был момент, когда он искренне задумался над вопросом, а есть ли Бог, и как он участвует в моей жизни, и послал эту мысль, Бог, ты есть? Если есть, дай о себе знать. И Бог, конечно же, дал о себе знать. Как? Очень просто. Изменились какие-то события в вашей жизни, таким образом, что случайностью это назвать очень сложно, так как этих случайностей происходит несколько подряд. Вы думали о чем-то, мечтали, надеялись, и вдруг оно сбывается. Да причем так, как вы совсем не ожидали. Помощь приходит из самого неожиданного места. Либо ваша мечта не реализуется, но дается пояснение, что если бы вы этого достигли, то это было бы только хуже для вас. Например, вы мечтали отправиться в плавание на Титанике, купили билет, но опоздали на причал. Вы какое-то время будете расстроены, но узнав о гибели Титаника, поймете, что Бог вас уберег от того худшего, что вы сами для себя приготовили. Итак, вот происходит что-то необычное. Бог отвечает вам на ваш запрос. Да, я есть, и я не безучастен к тому, что с тобой происходит. Но вместо того, чтобы продолжить выстраивать с ним дальнейший диалог, вы, скорее всего, как и большинство людей, совершили самую большую глупость. Вы сказали, да ладно, это случайность, мне показалось, никакого Бога нет и быть не может. Понимаете всю абсурдность ситуации? Вы сами спросили, есть ли Бог, получили утвердительный ответ и сами же прервали диалог, сославшись на то, что вам это показалось. И никакой это не Бог с вами общается. Согласитесь, ситуация заслуживает внимания квалифицированному психотерапевту. Или еще вариант. В редких случаях с демоническим типом строя психики, ответ может быть таким. Да, хорошо, кто-то там есть, но я без него разберусь. Буду сам делать то, что захочу. Или такой. Да, хорошо, кто-то там есть, и пусть теперь этот кто-то служит мне как золотая рыбка и будет у меня на побегушках исполнять все мои желания. Чем заканчиваются такие варианты общения? Думаю, объяснять не стоит. Перечитайте сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Каждый сам принимает решение, на каком языке Бог будет с ним общаться. На языке любви или на языке силы. Хотя наказывать человек будет себя сам, попав в область попущения. Ну а теперь переходим к порокам и области попущения. Есть такие вещи в нашей жизни, мера которых для устойчивого функционирования человека в нормальных условиях равна нулю. Например, алкоголь, табак, наркотики, поедание трупов животных, половые извращения, воровство, насилие и так далее. Точно так же, как нельзя быть чуть-чуть беременной, нельзя быть чуть-чуть наркоманом или чуть-чуть трезвым. Если говорить о наилучшем функционировании организма человека, его психике, об освоении генетически обусловленного потенциала, то в справедливой человечной культуре всем этим явлениям нет места. Научного обоснования вреда этих явлений достаточно уже сегодня. Целью данной статьи не является обосновать вред употребления алкоголя, мяса или применения полового акта не по назначению. Статьи на эти темы можете найти на сайте КопМедиа. Однако нас сейчас интересует процесс выхода отдельного человека и всего человечества из попущения в промысел, учитывая, что на данный момент мы живем в порочной библейской культуре, нормы которой направлены на подавление генетически обусловленного потенциала. Какие явления этот процесс будут сопровождать, а какие наоборот препятствовать? Следует отметить, что нравственность человека – это совокупность нравственных мерил, хорошо, плохо, не определено, по разным аспектам жизни. Она может быть доброй, может быть порочной, злой или отсутствовать по тому или иному вопросу. Правда и правильность всегда одна в конкретной ситуации по конкретному вопросу в определенных исторических условиях. Разные люди по разным аспектам своей жизни находятся на разных этапах нравственного развития и процесс преображения своей жизни в сторону справедливости у всех людей и будет сопровождаться разными событиями и явлениями, так как у каждого свой язык жизненных обстоятельств. Хотя в чем-то эти процессы будут совпадать у некоторых людей. Наше общество поделили на субкультуры и корпорации, каждый из которых имеет свои атрибуты, правила, то есть алгоритмику поведения, среди которых есть как деструктивные, так и позитивные. В большинстве своем цель этих субкультур – получение удовольствия, гедонизм и личной или корпоративной выгоды, яцентризм. Есть удовольствие – есть жизнь, нет удовольствия – нет и жизни. Так нас с детства приучают искать наслаждение разного вида. Голос совести со временем притупляется, и человек опускается вниз по ступенькам деградации или отклоняется от промысла в сторону попущения. Когда же человек решает по какому-то пункту изменить направление своего движения, то сложно представить, что он магическим образом сразу окажется в промысле по всем пунктам своей жизни, проскочив семимильными шагами всю лестницу. Наибольшую важность представляет направление его движения и устойчивость этого процесса, чтобы он не свернул обратно. При этом человек может развиваться по одному или нескольким пунктам, а по остальным продолжать деградировать или стоять на месте. Наша нравственность иерархически упорядочена, и в ней есть такие нравственные мерила, которым восходят ниже стоящие. При изменении этих иерархически высших мерил, нижние меняются автоматически. Пример. Можно поставить в нравственности употреблять алкоголь – это плохо, курить табак – это плохо и так далее, а можно поменять одно единственное мерило, отравлять себя любыми ядами и интоксикантами неприемлемо, а трезвость – это естественное необходимое состояние. И тогда никому не удастся соблазнить вас новой приманкой, придумав новый наркотик, и ваша трезвость будет осознанной и устойчивой. Самым высшим является то самое мерило, о котором мы уже сказали, есть ли Бог и безучастен ли он к тому, что с нами происходит. От ответа на этот вопрос зависит вся наша жизнь. Исправив свой косяк в диалоге с Творцом и Сидержителем, и начав осознанно выстраивать с ним отношения, как с личностью, вы избавите себя от множества проблем, с которыми пришлось бы столкнуться. Все деструктивные явления в нашей жизни можно условно квалифицировать по степени причинения вреда человеку и окружающим людям, и тогда станет понятно, какие из них наиболее разрушительны, от которых необходимо отказаться в первую очередь, очистив ноосферу и освободив будущее поколение, отхождение по инфернальному кругу. Все деструктивные явления в нашей жизни можно условно квалифицировать по степени причинения вреда человеку и окружающим людям, и тогда станет понятно, какие из них наиболее разрушительны, от которых необходимо отказаться в первую очередь, очистив ноосферу и освободив будущее поколение, отхождение по инфернальному кругу. Приведем несколько примеров. Нелегальные наркотики, кокаин, героин и тому подобное, как правило, более вредны, чем легальные – алкоголь, табак. Хотя есть мнение, небезосновательное, что легальные наркотики причиняют обществу больший вред, так как разрушение происходит постепенно, и человек не замечает этого вреда. В свою очередь, черный чай, зеленый чай, кофе, шоколад содержат кофеин, который тоже является наркотиком, но очевидно, что они менее вредны, чем алкоголь. Если человек недавно отказался от алкоголя и пьет чай или кофе, а вы уже отказались и от чая, и от кофе, и пьете настои на целебных травах, воду и свежевыжатый сок, то глупо было бы с вашей стороны обвинять такого человека и говорить, что он кофейный наркоман. Более продуктивно было бы похвалить его за решение встать на путь трезвости и поддержать его в этом. А информацию о вреде кофе и чая давать ненавязчиво, когда человек будет к этому готов или сам об этом попросит. Еще один пример. Человек недавно отказался от мяса, но пока употребляет рыбу и молочные продукты, а вы вместо того, чтобы похвалить его за это, накидываетесь критикой, что рыба это тоже живое существо, а молочные продукты вызывают кучу болезней. Спору нет. Рыба не является видовым питанием, как и молочные продукты. Но в данной ситуации, пока человек не готов отказаться от этой пищи, ваше давление может сыграть только в худшую сторону. Самым важным в деле личного преображения является оценка своего собственного вектора текущего состояния. То есть, необходимо понять, где вы находитесь по каждому аспекту жизни, зачем вы делаете какое-либо действие. Если четко и внятно ответить на этот вопрос вы не можете, значит, вам это действие навязали. И чтобы не быть рабом и орудием в чьих-то руках, ищите информацию на данную тему, изучайте вопрос и принимайте осознанное решение, нужно ли вам это в жизни. Также и при общении с другими людьми. Необходимо сначала понять, где человек находится, на какой ступени и куда он движется. По направлению к промыслу или продолжает углубляться в попущение. Для того, чтобы это понять, необходимо человека принять и полюбить такого, какой он есть, заранее, непредвзято. Это позволит побеседовать по душам, задать диалектические вопросы, которые помогут вам его понять, а ему измениться к лучшему. Осведомленность человека по какому-то вопросу является одним из решающих показателей в промысле человека или в попущении. Если человек ни разу не слышал про губительные свойства алкоголя, то спрос с него один. Если он знает и слушал лекции, то спрос уже другой. То есть последствия самоотравления будут более катастрофичными. Так Сталин, например, выпивал и курил, но мало кому придет в голову обвинять его в том, что он не выполнил возложенную на его душу миссию совершить социально-экономический рывок для русской цивилизации. Во времена Советского Союза информация о трезвости не была так широко распространена, как в наше время. И отказаться от производства и употребления водки можно было, но только постепенно. Чего, кстати, Сталин и хотел добиться, введя государственную монополию на производство водки. Истинный выбор у человека появляется только тогда, когда есть правдивая информация. Каким же образом мы можем помогать другим людям? Самое лучшее средство – это беседа. Необходимо правильно задавать вопрос, чтобы человек задумался, в каком направлении он движется, зачем он это делает. Нужно поддерживать изменения в сторону добронравия и не давить на человека, обвиняя в том, что он по каким-то параметрам еще не изменился. Лучше покажите на своем примере, как надо делать и как вам это помогло. Но и поддерживать человека в отступлении от нравственного роста не стоит. Если человек делает шаги по лестнице вниз, например, начинает употреблять какие-то наркотики, то постарайтесь не участвовать в этом. Если слова не действуют, то отстранитесь на время, чтобы показать, что вы это не поддерживаете. Некоторые люди, например, сами не употребляют, но во время застолья разливают спиртное окружающим или покупают сигареты и выпивку своим употребляющим родственникам. То есть поддерживать надо только хорошее и полезное начинание. На этом основано развитие. Если вы сами себе позволяете какую-то слабость, так как еще не готовы от нее отказаться, например, едите не очень полезную еду, а ваши родственники недавно от нее отказались, то делайте это по возможности отдельно, не показывая и не подталкивая других людей на отступление от своих принципов. Часто в беседе люди начинают обсуждать свои недостатки и рассказывать о них с юмором, как бы гордясь совершенными безнравственными поступками. Это глупо, так как снижается самокритичность и вы программируете себя поддаваться своим слабостям и продолжать деградацию. Найдите другую тему для обсуждения, которая воодушевит на новые свершения. Существуют такие явления, которые обладают разными свойствами и помимо вреда и удовольствия в некоторых случаях могут принести пользу человеку. Например, некоторые музыкальные коллективы используют такие жанры, как рок и рэп, для того, чтобы доносить полезную информацию до слушателя. Некоторые считают, что таких явлений, как смысловой рэп и социальный рок не должно быть вообще, что человек, который пытается вложить позитивный смысл в такие песни, волен в шизофрении и пронесет больше вреда, чем пользы. Интернетные критики в данном случае берут на себя роль инквизиции, готовые сжигать все, что не вписывается в их представление о правильном. Исходя из сложившейся в обществе ситуации на данном историческом этапе, на наш взгляд, появление таких групп в целом способствует преображению общества к справедливости. И такие проявления следует поддержать вне зависимости от музыкальных предпочтений, даже если эти жанры вам не нравятся. В будущем, при переходе к человечности, потребность в таком творчестве скорее всего отпадет. Возможно, оно примет другие, более мелодичные и гармоничные формы, подстраиваясь под требования новой эпохи. Но сейчас лучше иметь примеры позитивного творчества в разных жанрах, чем полное отсутствие примеров из-за силы библейской культуры во всем. Более подробно о музыке смотрите в нашем фильме роль музыки в жизни общества. Еще один пример. Многие, перед тем, как познакомились с Копп, читали другую литературу по психологии, философии, эзотерике и нашли в ней много полезного. Например, такие авторы, как Ричард Бах, Михаил Литвак, Анхель де Куатье и другие искренне благонамеренные писатели помогают многое осознать и понять человеку. Хотя есть и такие авторы, которые намеренно искажают действительность. Но, чтобы навязать свои идеи, например, расового превосходства, они используют правдивую информацию. Пример таких авторов Левашов, Трехлебов, Сидоров и тому подобное. Тем не менее, некоторым людям эти книги помогли и послужили промежуточным звеном на пути духовного роста. Итак, если человек находится в промысле по какому-то аспекту жизни, но вдруг принимает решение попробовать другой путь или его обманывает, а он не слушает голос совести, то на пути к самоликвидации, а попущение рано или поздно приведет к самоликвидации, если человек не одумается, его будут сопровождать определенные явления, явления 1, 2 и 3 на схеме. Когда же человек находится по какому-то аспекту жизни в попущении, то для него те же самые явления могут сопровождать путь к промыслу, а некоторые из них даже стать поводом для начала пути в промысел. Понятно, что человеку, который по этому вопросу находится уже в промысле, такие явления вовсе не понадобятся. Работает афоризм. Ученый человек найдет выход из ситуации, мудрый человек в нее не попадет. Надо понимать, что приводимые нами схемы примитивны, а жизнь намного сложнее. В одно и то же время человек может быть в разных областях жизни, на разных уровнях развития и иметь разные направленности целей, где-то в сторону развития к промыслу, где-то наоборот деградировать попущение. И лишь когда человек решает главную нравственную неопределенность и обращается к Богу напрямую, то со временем он по всем аспектам жизни меняется к праведности и достигает гармонии. Но это не значит, что он стал святым и непогрешимым. Всем нам свойственно ошибаться. Главное вовремя исправлять свои ошибки и не допускать их в будущем. Следующий пример, который я хочу привести, это психоделические наркотики. ЛСД, экстази, грибы и тому подобное. Тема довольно щепетильная. Дело в том, что эти вещества не оказывают такого негативного воздействия на физиологию, как, например, алкоголь и обладают определенным свойством сдвигать восприятие человеком окружающего мира в иной диапазон. Он начинает видеть привычные вещи в ином свете. Другой вопрос, что эти вещества дают возможность проникать в вашу психику чуждым программным вирусом и последствия их применения могут быть довольно плачевными. Мозг это не венчестер, который можно легко отформатировать и переустановить операционную систему, учитывая, что в наше время хороших психотерапевтов очень мало. Так вот, если человек начинает их принимать с целью получения нового кайфа, когда алкоголь и табак уже не вставляют, то они, скорее всего, послужат очередной ступенькой к деградации и полученную в результате воздействия психоделик информацию, человек не сможет осмыслять безопасным для себя образом. На данном рисунке тогда явление 1 будет алкоголь и табак, явление 2 это ЛСД или другой психоделик, а явление 3 это, например, кокаин или героин, так как в погоне за новыми ощущениями человек не видит преград и будет продолжать деградировать в погоне за новым кайфом. Однако, бывают и другие случаи, и этому есть подтверждение в жизни, когда человеку надоедает одурманиваться алкоядом, и он понимает, что идет не в том направлении, и надо что-то менять в своей жизни. И тут, в силу определенных обстоятельств, ему предлагают альтернативу алкоголю, он принимает психоделик, и благодаря определенным его свойствам и своему внутреннему желанию изменить свою жизнь и найти правду истину, оценивает по-новому окружающую действительность. Какие-то вещи воспринимаются преувеличенными, искаженными. Например, человек видит все безобразие алкогольного безумия творимого вокруг, что помогает ему принять решение навсегда отказаться от употребления любых психотропов. Кроме того, он может получить ощущение своего единства с чем-то неотмирным, трансцендентным, отказаться на время от яцентризма, разрешить какие-то скрытые от него до этого проблемы в собственной психике. К сожалению, наша культура не учит человека самостоятельно достигать гармонии с собой, но и употребление психоделических веществ тоже не решает этой проблемы. Кроме того, это преследуется законом. Хорошо, если человек в этот момент знакомится с новой мировоззренческой информацией, которая дает ему целостную картину мира, и в таком случае он обретает возможность идти путем преобразования собственной психики самостоятельно, с Божьей помощью, и потребность в разных костылях, будь то психоделики или псевдодуховные практики отпадает. В описанном нами случае вектор будет направлен к промыслу. Явление 3 это был, например, какой-нибудь тяжелый наркотик. Явление 2, например, алкоголь. Явление 1 это психоделик, после чего человек решил встать на путь трезвости и уверенно направился из попущения в промысел. Приведем еще несколько примеров того, как определенное явление, находясь в попущении, может принести пользу и сработать на выход из попущения к промыслу. Профессиональный и полупрофессиональный спорт. По своей сути, это явление больше разрушительное, чем созидательное, так как оставляет многих людей инвалидами в самом продуктивном для человека возрасте, а в обществе культивирует поклонение идолам, людям, которые ничего не создают, а занимаются прокачкой своего тела, что никак не способствует увеличению продолжительности жизни и здоровью большинства граждан. Однако, есть случаи, когда спорт помогает подростку самореализоваться, научиться преодолевать трудности и в дальнейшем добиться успеха в жизни не только в спортивной сфере. Все это касается и киберспорта, компьютерных игр, которые, по сути своей, превращают ребенка, а порой и взрослого человека, в придаток к компьютеру, утилизируя его творческий потенциал в никуда, отнимая здоровье и время взамен кучи ненужных эмоций и самолюбования игровыми успехами. Однако, при этом дети, увлеченные какой-то игрой, могут получить следующие преимущества. Азы коллективного творчества, если речь идет о командных играх, иностранного языка, зачастую игровой сленг несет в себе множество иностранных слов, которые несколько помогают в дальнейшем. Прояснить фрагменты в истории, если игра на историческую тему. Слепой набор текста, это очень полезный навык при современном развитии техносферы. Так работает подпущение. В нем события могут принимать самые разнообразные последствия. В промысле все намного предсказуемее. Человек получает информацию в развлечении заблаговременно, что позволяет ему просто не вступать на разного рода сомнительные пути дорожки. Говорить о том, что всем будет полезно то или иное явление для выхода из подпущения это глупо. Как мы уже сказали ранее, все зависит от целей, с которыми человек подходит к жизни? Большинство людей на данный исторический момент с нечеловечными типами строя психики имеют неправильные цели и неправильную расстановку этих целей, то есть приоритеты. И потому любое их действие не дает того эффекта, который может излеть человек, стремящийся выполнить свою миссию в русле промысла. Как работает попущение в отношении целых народов и цивилизаций? Как вы считаете, бывает ли ложь во спасение? Допустимо ли в каких-то ситуациях обманывать других людей? Можно ли своровать деньги у того, кто сам их ворует, по принципу отжать отжатое не западло? Допустимо ли в каких-то ситуациях насилие и даже убийство? Это извечные философские вопросы, которые, как правило, порождают споры и дискуссии, так как у людей нет методологии и метрологии, чтобы измерять разные поступки людей. С одной стороны, мы считаем, что лжи во спасении не бывает, а право на жизнь священное право любого существа. Но бывают ситуации, когда не обмануть или не убить, это подвергнуть убийству множества других людей. Яркий пример это Штирлиц, разведчик во время Великой Отечественной, и солдат, защищающий свою родину и родных от фашистских захватчиков. Согласитесь, если бы наши деды начали в окопах рассуждать о том, что фашист тоже имеет право на жизнь, вместо того, чтобы прерывать земное воплощение фанатика, до того, как он успеет взять на себя еще большие грехи смерти людей, которым была открыта возможность жить и стать человеками, то нас с вами сейчас просто бы не было. Однако, ситуация не так проста, как кажется. Если бы советский народ полностью изжил бы толполитарное устройство общества в Советском Союзе и показал бы остальным странам пример идеального справедливого общества, то, возможно, никакого Гитлера диктатора бы не было или он не напал бы на Советский Союз. Это правило распространяется на все эпохи. Если бы наше жречество не скуривалось в первом веке нашей эры, во времена прихода Христа, а затем Андрея Первозванного на территорию Руси и приняло бы на себя миссию осуществления глобализации по-русски, что не противоречило бы учению Иисуса Христа, то не было бы и тысячелетнего засилия и бесчинств псевдо-христианской церкви на нашей территории, не было бы воина между усобиц, так как справедливость притягательна, а Божий промысел неотвратим. И это все не из области фантастики, это разные варианты в матрице возможных состояний нашего общества на разных исторических этапах. Как только лучшие представители своего народа с молчаливого согласия большинства делают нравственный выбор в сторону злонравия или безнравственности, такой народ попадает в область попущения и дальше события развиваются по принципу «одни злочестивые вкушают ярость других злочестивых». Подобная ситуация, но уже на примере человеческих судеб хорошо представлена в стихотворении Некрасова о двух великих грешниках из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» Когда возникает конфликт между разными народами и цивилизациями, то тот, кто ближе к праведности, получает поддержку свыше и возможность выйти из попущения в промысел, осознав свои нравственные косяки и не попадая в дальнейшем в область попущения. При этом в конфликтной ситуации, когда маятник войны уже запущен по полной, вряд ли получится избежать убийств, хитрости и обманов. То же касается и воровства. Современная банковская система это крупнейшая в истории афера по отжиманию у народа материальных благ, сил и времени и человеческих жизней и было бы довольно справедливо отжать у банкиров отжатое имя, но только не для того, чтобы построить очередную несправедливую толполитарную систему. Выход из всей этой библейской вакханалии череды войн, кризисов и катастроф лежит в построении справедливого общества, где не будет эксплуатации человека человеком, где культура будет направлена на помощь в освоении и развитии генетического и творческого потенциала каждого члена общества, по принципу от каждого по способностям и каждому по потребностям. В таком обществе не будет места обманам, насилию и убийствам, так как любая, даже маленькая ложь, будет порождать накопление ошибок в управлении суперсистемой и приведет к ее деградации. В неидеальном обществе есть много суперсистем, в том числе конкурирующих, и ложь одной системы в сторону другой является актом агрессии, направленным на их функцию предсказания поведения. Получается, пока конфликта нет, один тип взаимоотношений, когда конфликт есть, другой. Однако, то, что мы живем в библейской культуре, не значит, что мы не можем выстраивать взаимоотношения с окружающими на принципах правды и доверия. В частности, наш президент Владимир Путин это хороший пример того, как надо выстраивать взаимоотношения при переходе из одного режима бесконфликтного в другой конфликтный и наоборот. Операция по возвращению Крыма на родину яркая демонстрация такого управления. Агрессором в данной ситуации выступили нацисты и фашисты, так называемые поезда дружбы, которые хотели силой помешать жителям Крыма самоопределиться. Далее была проведена потрясающая по своей скорости, продуманности и хитрости операция. И результат восстановления исторической справедливости был достигнут без единого выстрела и каких-либо жертв. Путин хороший штирлиц, но разгребать наши общие проблемы нам придется всем вместе. И не важно, сколько уйдет времени на построение справедливого общества. Главное, это чтобы результат был устойчивый, необратимый. Ну и в заключение, возвращаясь к теме выхода из попущения, если вы хотите донести до человека информацию, то не вставайте в позу учителя-гуру, который больше всех знает. Как правило, с такой формой подачи информация не будет воспринята, даже если она правдивая. Если вы превозноситесь над собеседником и кичитесь достигнутым уровнем нравственного развития, то все ваши потуги будут разбиты о стену эмоционального неприятия. Все, что вам нужно, это любовь, принятие и диалектический подход к диалогу, что позволяет выявлять вектор состояния и вектор целей, после чего можно определить, какую корректировку необходимо сделать, дабы не пережечь дарованную свыше попытку стать наместником бога на земле. Другие материалы на данную тему вы сможете найти на нашем сайте. Не забудь первый адвокат твоя совесть. Я вижу тех, кто поддерживает наше мнение. Хорошо. Мы имеем с ними те же самые стремления. Ну вот и хорошо. Я хочу на веки быть человеком. А хорошо быть человеком. Просто здорово. Действительно, быть человеком это самое важное.